Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, кратко, что мы имеем с точки зрения трендов, почему мы этим занимаемся и почему вообще Центральный банк озаботился вопросами информационной безопасности как таковыми. Да все, собственно, очень просто. Собственно, финансовая сфера – это кровеносная система экономики. Мы прекрасно понимаем, что если не будет что-то работать в финансовой сфере, то все остальное не будет работать тоже. Да, конечно, там будет электричество, но, собственно, взаиморасчеты и финансовое обеспечение – это кровь экономики, и от этого нам никуда не деться. Так вот, на сегодняшний момент мы имеем два основных тренда. Первый тренд – это увеличение количества атак, причем атак разного типа, и из года в год эта ситуация не меняется. Второй тренд – это, к счастью, мы научились работать с этими атаками, и идет постепенное снижение количества денег, которые экономика и конкретно финансовая система теряет от таких атак. Это не повод останавливаться, собственно, на достигнутом, почивать на лаврах, это повод задуматься, что, собственно говоря, происходит. На сегодняшний момент полномочия, которые установлены в Центральном банке, достаточно широкие. Мы имеем возможность обеспечивать, регулировать, устанавливать требования к обеспечению безопасности в кредитно-финансовой сфере, как для кредитных организаций, так и для некредитных организаций. Да, не все еще мы имеем возможность делать. Безусловно, работы, связанные, например, с противодействием фишинговым ресурсам и противодействием мошенничеству в части социальной инженерии. Это одна из серьезных проблем. Для этого есть необходимость дополнительных полномочий. Если мы говорим о цифровой экономике, а мы должны о ней говорить как о перспективной, то цифровая экономика не существует без электронной подписи. И здесь тоже есть вопросы, связанные с полномочиями Центрального банка. Так, например, установление, точнее, лицензирование деятельности финансовой и согласование руководителей финансовых организаций, это полномочия Центрального банка. Если мы не свяжем эту деятельность с фактом отзыва сертификата или фактом появления сертификата ключа электронной подписи, усиленной квалифицированной электронной подписи, то в перспективе можем получить достаточно серьезные проблемы с точки зрения использования электронной подписи в экономической деятельности. Ну и субъекты, на которых мы сейчас можем влиять, тоже достаточно большие. В чем основная цель деятельности и закона творчества Центрального банка и нормативного творчества? А их на самом деле три. Это обеспечение киберустойчивости, это защита потребителей финансовых услуг и содействие развитию инновационных технологий. Почему, собственно, последний пункт появился? А все очень просто. Собственно, цифровая экономика подразумевает, прежде всего, ускорение процессов обмена, в том числе и информационного, в том числе и финансового обмена. И это возможно только тогда, когда активно идет использование новых финансовых технологий, что в свою очередь выдвигает совершенно другие требования к обеспечению информационной безопасности. Это нетрадиционные методы, это методы погружения непосредственно безопасности в сами технологии, что достаточно серьезный вызов для информационной безопасности. Если раскладывать классические семиуровневые модели и применяя к ней необходимость методологического обеспечения и законотворчества, и творчества с точки зрения нормативных документов, то выглядит это приблизительно так. Основной тренд, который мы продолжаем развивать, он не нов, мы начали это движение начиная с 2014 года, мы продолжаем его и уже имеем определенные успехи. Это формирование нормативной базы и формирование методической базы в виде стандартов. То есть мы продолжаем настаивать на том, что не все технические моменты должны содержаться в нормативной базе. Это нереально, поскольку технические условия меняются крайне быстро. А вот формирование стандартов, формирование условий, когда эти стандарты будут реализованы, дает возможность во всяком случае приблизить реализацию информационной безопасности к реализации самих технологий. Разрывы между ними может быть достаточно небольшой. Если говорить о надзорной составляющей, естественно, мы не выпускаем нормативные документы просто так, потому что нам это очень хочется. Естественно, за каждым нормативом существует и определенная ситуация контроля. Да, прежде всего, это изменение источников получения информации. Мы в рамках информационного обмена, который сейчас идет с Винцентом, постепенно будем этот обмен увеличивать и постепенно уходить от обязательных форм отчетности, поскольку возможность анализировать первичные данные дает больше эффекта, чем анализ форм отчетности, которые изначально готовятся участниками рынка и которые изначально фактически формируются на их усмотрение. Показатели, обязательный параметр показателя защищенности приложений. Это то новое, что есть в нормативных документах и к чему мы должны стремиться. Ну и показатели риска, операционного риска, которые включают в себя не только вопросы информационной безопасности, но и операционной надежности. Как вы понимаете, если финансовая организация, у нее все хорошо с точки зрения информационной безопасности, но если информатизаторы внесли деструктив в ее работу, то и участники финансового рынка не могут получить доступ к финансовым услугам. Это точно такая же проблема финансовой устойчивости, как серьезная кибератака. Как центр компетенции в области информационной безопасности, слайд не буду пересказывать, это только та часть активности, которая лежит у нас собственно как бы на поверхности. Есть международные составляющие, есть составляющие в области подготовки кадров, есть составляющие межведомственного взаимодействия. Это то, что лежит внутри работы центрального банка и что, как правило, не видно рынку. Но вот эта вся деятельность, она позволяет формировать и нормативные требования, исходя из международного опыта и влиять на международный опыт в том числе и готовить кадры для новой экономики. Теперь пару слов о том, что, собственно, делает центральный банк с точки зрения институционной осведомленности. Это, сказать, такая принципиальная схема работы Финцерта. На самом деле, Финцерт за последнее время показал довольно неплохие результаты. Да, мы с выходом нового закона и с выходом новой редакции положения 382П мы получили дополнительный поток информации от наших подназорных. В сегодняшний день все кредитные организации, зарегистрированные территорией Российской Федерации, являются участниками Финцерта. Это их обязанность. И обязанность не только по закону защиты критически важной инфраструктуры, но и по требованиям Банка России. Так вот, если сравнивать две цифры, то по прошлому году по сравнимым кварталам Финцерт сформировал порядка 24 информационных бюллетеней в целевых атаках. То есть это, прошу заметить, атаки именно целевые, то есть те, которые могли серьезным образом повлиять не только на одну конкретную кредитную организацию, но и на всю финансовую систему в целом. Так вот, за такой же промежуток только этого, 2018 года, таких бюллетеней было подготовлено порядка 80. Причем 90% этих бюллетеней были сформированы на основании информации, которую мы получили в рамках информационного обмена. К информационному обмену помимо финансовых организаций подключены и правоохранительные органы, поэтому мы работаем в две стороны. То есть мы что-то получаем от наших коллег из правоохранительных органов, в том числе и от госсобки, и транслируем это либо точечно конкретному субъекту конкретной кредитной организации, либо в обобщенном виде направляем нашим участникам информационного обмена в целом. Среднее время реагирования на сегодняшний момент составляет порядка 50 минут. Да, это достаточно большой промежуток времени, мы стараемся его сократить. Не все здесь получается быстро, но над этим работаем. Еще одно новшество, которое заложено в нормативный документ, которое может не очень сильно интересно для организаций вообще всех, но сильно интересно кредитным организациям. Это процесс остановки несанкционированных платежей, то есть платежей, которые совершены без согласия владельца счета. По текущим нормативным документам эта функция закреплена за финсертом. Эту работу мы начали очень активно, и надо сказать, что определенные результаты уже здесь есть. Почему это важно? А собственно для финансовой отрасли важно не столько сохранить деньги клиента, сколько иметь возможность в случае непредвиденных ситуаций эти деньги вернуть. И вот эта функция у финсерта сейчас есть. Мы продолжаем развиваться в этом направлении, переходим на круглосуточный режим работы, 24 на 7 дежурная служба появляется. Ну и я думаю, что это позволит существенно сократить доходы злоумышленников от их преступной деятельности. Коллеги, спасибо большое.